Музыка Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии! Сегодня я нахожусь где-то между Киржачом и Кольчугина. И поехал я в эту экспедицию для того, чтобы познакомить вас с бюджетными вариантами фотографии. То есть я буду использовать совсем не бюджетную лейку SL2S, у которой 24 мегапикселя формат матрицы, не самый гигантский, но самое главное не в ней, самое главное в оптике. Вот сейчас здесь смонтирован объектив, очень известный, Эльморит серии R, старый для пленочной фотографии, 60 мм с начальной диафрагмой 2,8. Это очень хороший объектив, и я им до сих пор делаю макросъемку. Надо сказать, что через два переходника, один с R на M, а второй с M на L, я его прикрутил и в камере SL2S. Результат превзошел все ожидания. Почему? Да потому что эти объективы полностью раскрывают разрешение матриц 24 мегапиксела. В результате мы получаем очень, скажем так, мягко бюджетный объектив, который стоит в 20 раз дешевле фирменного, который предназначен именно к этой модели лейки. А во-вторых, получаем универсальный инструмент, как для фото, так и для видео. Вот с этими объективами я и буду вас знакомить. У меня их несколько штук. Один – это 60 мм, второй – 180 мм и третий – 400 мм. Вот эти три объектива, я думаю, исчерпывают обычно творческие задачи любителей ландшафтной и портретной фотографии. Посмотрим, что у меня из этого всего получится. Уважаемые любители моих роликов о фотографическом искусстве, сегодня мы, как было объявлено на планере, будем рассматривать бюджетные объективы для камеры лейка. Это такое своеобразное занятие, поскольку этих объективов, во-первых, много. Их еще называют теперь бюджетными. Когда-то это были шедевры оптической мысли, которые создавала фирма Лейц для лейк серии R, то есть пленочных, зеркальных камер. Их осталось довольно много на практике. И стоят они, в общем, очень недорого. То есть в 10-20, а то и больше. Раз меньше, чем стоят объективы родные, то есть предназначенные для лейк. Ну, как я вам объяснил, я использую лейку SL2S, которая небольшая матрица. То есть, иначе говоря, 24 мегапикселя вполне подходят к этим объективам. Объективы я вам показывал. Это и Эльмариты серии R. Это 62,8. Очень хороший макрообъектив. Очень советую всячески. Это объектив, еще один. Эльмарит R, 2,8, 180 мм. Это изумительный портретник. Тоже рекомендации самые настойчивые. Ну, и еще один объектив, который я использовал. Вам тоже понравится. Это такой телеобъектив из той далекой эпохи. Очень интересная вещь. С прикладом, как вы видите, с таким. Ну, нужен тросик, еще сюда примонтировать. Ну, и обычно просто задержка и спуск. И какая удобная система наведения. Кнопочная. Нажал и двигаешь. Понимаете? Это мечта, а не инструмент. Такой бы инструмент, да на что-нибудь поставить приятненькое. Например, DXL 5 или, например, на Barrett M82. Ну, с калибром, как вы знаете. Первый 12.7, а другой еще интереснее. Так что, ну, и на церебральный сортинг, как вы догадываетесь. Но, тем не менее, не буду увлекаться, у нас сегодня совершенно другая задача. Посмотреть, насколько эти объективы точно по разрешению соответствующей цифровой камере в 24 мегапикселя можно использовать. Ну, вот первый, это замечательный подъезд к Сергиевой Заводе, к сырному магазину. Снятый, как вы понимаете, в самый простой день, с самым простым освещением, без всяких хитростей. Ну, вот. И дальше мы с вами видим еще один снимок, родник. В чем интересно? Там фантастический контраст. Солнечные блики, освещенные, затененные участки. Но, тем не менее, вполне объектив 60 мм, с диафрагмой в среднем я использовал 5,6,8, вполне справляется. Кроме этого, вот еще снимок березок, снятый из тени. То есть, сзади пересвеченное яркое солнце, которое бьет практически в объектив. Все хорошо получается. Ну, а как же у этого объектива макрофункции? Ну, вот, посмотрите, макрофункции у этого объектива при съемке пижмы. Пижма, ну, там, с божьими коровками, понятно. Все тут ясно. Задний план, как видите, как у всякой старинной оптики, ну, из 70-х, 80-х годов, имеет очень своеобразную нерезкость. Ну, вот еще посмотреть покрупнее снимочек жука-носорога. Кстати говоря, видео в начале фильма было тоже снято этим объективом. Ну, и два таких стандартных сюжета, которые часто нужны в такой съемке специфической макро. Это в одном случае кожа крокодила. Ну, ясно, что на барсеточке. А в другом случае на хюмидоре, обтянутом коже змей. Ну, это такая знаменитая для любителей сигара форма хранения этих самых замечательных сигар при влажности около 70%. Ну, и дальше посмотрите, как он работает на планере. Это же самый макрообъектив с начальной диафрагмой 2,8. Это вот Шатурские болота. Ну, и следом за ним уже переход к объективу 180 мм. 180 мм, он ответственный объектив, и нужно ручки-то держать как следует. Что он сам по себе тяжелый. Ну, и выдержки покороче, иначе будет плохо получаться. Ну, вот тот же самый сюжет с лодочкой, которая приближена. То есть общий кадр сделан объективом 60 мм, а потом приближен с помощью 180. Ну, вот, вы как видите, 180 объектив вполне работает. А я специально выбирал такие кадры, чтобы было достаточно много передней нерезкости. Чтобы вы смогли оценить, насколько изящно 180-ник передает вот именно нерезкость. Потому что мы при таком фокусном расстоянии, при стандартном размере кадра, сами понимаете. Нерезкость – это важнейшее условие качества изображения. Ну, с нерезкостью всё хорошо. И вот, ещё посмотрите, вечерние снимки, сделанные этим самым объективом. Это небольшой вечерний свет, такой заходящего солнца. Поле. Потом вы можете посмотреть на ещё один сюжет, снятый под киржачом, такими отдельными деревьями. И тут же такой же точный снимок, снятый объективом 60 мм. Как видите, эти объективы вполне прилично работают. И что надо отметить, прошивка программ, которая находится в камере Leica SL2S, она учитывает эту старинную оптику. У меня вообще сложилось впечатление, что картинки как-то повеялись с 70-х, 80-х годов теми картинками, которые были сняты на плёнку Акфа-50 и Акфа-100. Ну, имеется в виду обращаемую, то есть для слайдов. Вот цветопередача очень похожа. Есть подозрение, что на Leica специально программно имитируют вот эти приятные таким пенсионерам, как я, оттенки. Ну, ещё городские, конечно, сюжеты. Городские сюжеты тоже интересны снять. Там, 180-м объективом новостройки московские. Ну, очень характерно и показательно. Ну, вот дальше, вы, как понимаете, хотелось бы посмотреть и на 400-мм объектив. Ну, я его использовал, я его использую в основном, в том числе с этой прекрасной системой наводки на резкость, но он для видеосъёмок. Ну, конечно, таким объективом с рук снимать практически невозможно. Начальная диафрагма 6,8. Но, тем не менее, кое-что получается. То есть птичек при известном навыке с опорной палки можно снимать. То есть вещь очень хорошая. И самое главное, лёгкая и разборная. Она разбирается на три части и отдельно приклад. Ну, кому надо. Так вот, я как раз уже демонстрировал снятое им видео. Это как раз Саратов, там с очень высокой точки от журавлей, так называемых. И там, вот посмотрите, несколько сюжетов с проводочкой. Видно, что этот объектив очень интересно работает. Но есть тонкость. Дело в том, что раньше у старых камер серии R был заход объектива несколько едной формы. И там такая дыра была побольше. Поэтому вот в кадре статичном, сделанном просто в фоторежиме, вы видите краевое винетирование. При использовании такой оптики это надо учитывать. Ну, в общем, это не смертельно на самом деле. Ну, и на сладкое, конечно, хочется вам показать еще один неродной объектив. Мне он по-своему понравился. Это Fagg Lenter ультраширокоугольник 12 мм с начальной диафрагмой 5,6. Да, диафрагма невелика, но она зато в пользу работы этого объектива. Ну, вот первый объектив, пожалуйста, этим объективом снято несколько кадров. Первый, там, это, понятно, помидоры, три кадра. Что я выращиваю, то и снимаю. Ну, огурцы, естественно. Ну, и городская съемка тоже очень приятна. Там вот вид из кафе на Третьяковке. Тоже понятно, что это утро раннее, еще народу мало. Но хорошо видна его работа. То есть, с камерой SL2S и этот объектив, ну, только уже с одним кольцом, поскольку он рассчитан на лейку серии М, можно уже использовать. То есть, сейчас наступили такие времена, когда с техникой стало похуже. Нас не развлекают чуть не ежемесячно новыми достижениями мировой оптики и механики. Но у нас осталось очень много хороших старых объективов, которые прекрасно через переходники садятся на очень современные качественные камеры с прекрасными хроматическими характеристиками. Этим можно воспользоваться и получить массу удовольствий от фотографического искусства. Советую воспользоваться техническим затишьем для того, чтобы получить удовольствие от фотографии. Ну, и не обязательно от цифровой. Значит, у меня вот есть книжки, их много довольно, очень известных. Это и Апланат, и Тессар, и Дагора, формат искусства фотографии. Поскольку торопиться уже некуда, я имею в виду в Ниццу, не надо поспешать, туда плохо пускают. Ну, и во всякие другие прекрасные места. Поэтому можно заняться осмысленной фотографией. Наконец-то попытаться получить более-менее приличные фотографии. А не только в качестве украшения своих фотографических достоинств цинники к фотоаппаратам. Надеюсь, что вы поймёте, о чём я говорю, и будете получать удовольствие от этих занятий, а не ощущение богатого коллекционера. На этом, уважаемые друзья, я с вами прощаюсь. До свидания. Приятных вам фотографий и приятных ощущений, когда они будут уже воплощаться в реальные, твёрдые, я имею в виду на бумаге, картинки. Берегите себя. Ещё будет создано много интересной фототехники. На этом, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова